ребят сегодня на самом деле очень дождливый день всем привет поэтому хочется сделать знаете такую уютную атмосферу обстановку мне тут ходит кошка бегает собака мяукает кошка вот и хвост все не поделит эту квартиру у нас сегодня с вами вкусная еда это чизкейк посмотрите так вот его украсила кусочек малинкой это бисквитный рулет это моя собака которая постоянно просит еды которую я ем я причем знаете ему сильно не давала никогда со стола но он всегда этого хочет и мне это честно достало знаете прикольно раз два три но он постоянно то есть я сейчас все сижу у него лапы на моей ноге и вообще ничего сделать нельзя с этим короче не важно чизкейк бисквитный рулет и медовик это все я купила во вкус вилле чизкейк вкусиловский надеюсь что будет вкусно хотелось узнаете как дополнительно это все украсить потому что все получается такое монохромное белое ну я подумала ладно ничего страшного будем есть так давайте пробовать резать я вот уже медовик порезала надо теперь порезать чизкейк я хочу прям вот этот кусочек отрезать который я украсила животное знаете с одной стороны животное это офигенно и я вообще огромное удовольствие испытываю с другой стороны но иногда хочется чтобы было тихо они все время ходят особенно когда снимаешь ладно сейчас успокоится у меня аллергия на кошку вы можете слышать мой мой заложенный снос потому что у меня сейчас она обострилась вот кошка чихает так как бы нам сделать правильно кто-то мне активно там писал что давай сладкий мукбанг ребят все для вас сладкий мукбанг чизкейк вообще как давайте вам покажу такой кусочек у нас получился сочнейший вообще собака пукнула чарли уйди так вот такой вот красавец такой вот посмотрите он какой в разрезе очень красиво получилось давайте попробуем так у нас давно не таких мукбангов положу кусочек сюда и буду уже есть вилкой ребят на самом деле были разные у меня темы час не будем о чем говорить мне на самом деле там девчонки еще кинули истории достаточно интересные я думаю мы сделаем такое вот видео с историями обязательно но сегодня как бы знаете такое настроение дождик спокойно просто хочется попить чайку расскажу вам сегодня про вообще своих животных не знаю как то настроение знаете такое меланхоличное хочется проблему говорить о том что раздражает что бесит что не нравится тоже сильно негативить не хочется не знаю а тут на еще как-то я записывала в телеграм поводу то что вот я там одинока и такой отклик тоже получила девчонок знаете что дружба после 25 пропадает друзей вот таких осталось несколько и я понимаю что сейчас я в принципе не завожу знаете новые знакомства не становится больше подруг наоборот их становится ну не прям меньше но с некоторыми я сама не могу общаться знаете как-то раньше такого не было я вот типа это то ли какая-то лень ходить на встречи то есть знаете я могу реветь что вот у меня там нет какой-то хочется близкую подругу нет близкой подруги а потом допустим я моя подруга пишет давай встретимся я просто говорю да ну я не хочу как бы такая ситуация странно то есть тебе одиноко но когда люди как бы ну в общем вы поняли под лежащий камень вода не течет я вот такая я вот почему-то знаете так стало с возрастом что меня надо раскачать чтобы куда-то пошла ну знаете просто раньше как было ты просто уже вставал с утра и ты уже куда-то там у тебя планы что тебе вот туда надо идти сейчас мне вообще такого нет на желание такого нет так двигаться ну то есть вот это вы конечно иногда чувствуешься одиноко типа о как хочется такую большую компанию друзей бывает такое а потом знаете когда оказываешься в компании друзей ну вроде прикольно прикольно-прикольно начинает что-то да в комнату подбешивать и вот так вот ну как бы такой вечер проведешь и знаете мне сейчас как могу провести вечер с друзьями но мне потом нужно типа отдыхать заряжаться не как раньше я могла там постоянно знаете каждый день гулять веселиться сейчас вообще такого нет и ну мне кажется это просто возраст да какой-то у тебя какие-то взгляды какое-то понимание до чего ты хочешь вообще от жизни как ты хочешь проводить то время а вот допустим 18 лет это просто такая какой-то знаете поток энергии просто тебя прет и теперь вот хочется с возрастом ты просто расставляешь приоритеты и понимаешь что но я сегодня допустим не могу не хочу либо если я сегодня там уду в бар то у меня там вылетает выходные полностью поэтому вот так пасмурная погода у меня настроение да такое одиноко и знаете можно было бы сейчас допустим позвонить подружке поговорить не хочется и как меня понять сейчас подождите хочу свет поставить сюда а не туда так поменяла свет смотрю ну в принципе пусть будет так да посвятила немножко лицо какой-то знаете кадр темный я не знаю почему тут куча света знаете лучшее враг хорошего поэтому я тут что-то сейчас надела уже переделала опять как было что-то стало наверное чуть по-другому ну ладно вы не заметите да так ну слушайте медовик вкусный вот этот рулет очень вкусный такой нежный знаете посмотрите чарли так что знаете с возрастом я не знаю что происходит я помню что я в детстве всегда говорила папе что почему они не ходят в ночной клуб это так круто так классно чарли хватит пожалуйста знаете меня удивляло почему они сидят дома они ходят в ночной клуб и там не тусят но сейчас я сама не особо хочу тусить но сейчас я сама не особо хочу тусить не то что не особо я вообще никогда не хочу мне комфортно дома и наверное это нормально ну и плюс знаете бывают разные ситуации иногда тебе хочется иногда не хочется сегодня мне не хочется будет мы едем в отпуск и будут банки из отпуска страна пока в секрете кстати подписывайтесь на мой телеграмм я там я буду выкладывать кружочки и вы узнаете раньше всех куда мы едем я даже особо не веду телеграмм ну что то как то вот так мне всегда было тяжело делать что то стабильно я не очень стабильный человек вообще так ну что по поводу моих кошек собак слушайте вот я наверное завела собаку чтобы мне дома было вообще комфортно и никуда не хотелось потому что для меня собака это просто мой друг конечно это собака да это животное это не твой друг Катя но это все равно мой друг мне с ним очень кайфово гулять играть спать спать целый день с собакой кто так делает или целый день смотреть сериал на диване с собакой это вот мое у меня сейчас на режим уже стал как у собаки эти собаки они допустим утром гуляют потом спят целый день и часам к шести просыпаются начинают активничать я снимаю этот ролик на часах восемнадцать тридцать пока не села снимать мне было так холодно сейчас прям села и ем и чай пью становится жарко про собаку ребят если вы думаете заводить собаку подумайте я же как ты говорила я очень хотела собаку завела первые две недели у меня было знаете такое чувство ну типа не отторжение но я думаю блин да зачем это так сложно как оказалось сейчас я просто не представляю как без собаки без него одиноко когда я не была собаки ну я ходила только на работу допустим но я никогда не ходила гулять ну мы ходили но редко гулять в основном либо там в рестораны либо куда-то в бар либо на встречу да с друзьями чтобы просто выйти погулять у меня вообще такой не было привычки и вот сейчас с собакой я уже натренировалась я думаю блин как я раньше вообще не ходила гулять типа даже прикольно но опять же прикольно с собакой ходить гулять без собаки немножко скучновато ходить гулять но если вы заводите у вас должно быть достаточно свободного времени хотя бы первый год пока щена взрослеет привыкает ему нужно больше времени проводить с хозяином и если у вас запустен свободный график вам подойдет собака если же у вас плотный график пятидневка лучше не думать об этом даже если у вас дома то мама бабушка либо вы живете с партнером кто работает из дома или как-то смена в принципе можно но нужен ресурс то есть чизкейк вкусный нужен ресурс как ваше время не ресурс так и финансовый ресурс потому что все таки собака это ну корм понятно но так же это какие то могут быть знаете непредвиденные расходы на собаку о которых заранее нельзя подумать это может быть не знаю какая то травма еще что то а все ветеринары очень дорогие брать собаку необдуманно я бы не стала знаете люди берут мы не говорим всегда о том когда люди берут собаку там дома хранять нет мы говорим про собаку как любимец как питомец в семью я бы знаете не рекомендовала наверное когда дети просят если там сами родители не хотят собаку покупать в семью потому что все равно это ляжет на плечи родителям и идти на провокацию детей ну это не провокация детей просто ребенок правда хочет собаку но если как бы ты готов то да ну кстати знаете вот какая у меня была ситуация я всю жизнь хотела собаку с самого детства я там плакала просила мне покупали я выросла я уламывала свою мужную собаку где-то год я тоже там плакала он согласился и он думал что типа я могу лениться с ним гулять или что то еще но вот что касается собаки у меня вообще нет понятия как мне лень не хочется я наоборот с удовольствием с ним гуляю всегда в нашей семье в основном я с ним гуляю потому что мне это больше в кайф чари ну и ухаживаю естественно тоже потому что ну блин не знаю как то вот так и я думаю что если бы мне бы купили собаку в детстве ну наверное я бы тоже за ней ухаживала не знаю справилась бы я все таки знаете ребенку сложно сосредоточиться на этом и знаете даже самая прикольная какая-то работа или какое-то действие со временем становится рутиной и поэтому каждый день допустим гулять думаю ребенок не выдержит чари нельзя и вкусно и и на что ты там зай пожалуйста не надо хорошо посиди тут на самом деле я хотела рассказать такую историю как мы взяли чарлика ну у нас же была изначально кошка вот как вообще появилась кошка я уже об этом рассказывала но я думаю что многие ребята не смотрели это видео это было сто лет назад если вам интересно я могу рассказать как у нас появилась кошка как у нас появилась собака собака с нами живет уже практически два года это это такой хороший срок чтобы вообще понять собак в принципе и да и знаете совет какой-то если вы думаете заводить собаку или не заводить вообще на эту тему размышляете но знаете тут как бы никого нельзя не переубедить не убедить если вы внутри уверены что вам это нужно вы обязательно это сделаете не посанете заднюю не дадите потому что конкретно мне это было прямо очень нужно и сейчас я понимаю почему потому что когда собака в доме это такой знаете постоянно какой-то источник теплых эмоций улыбок и ты там не знаю смотришь он там прикольно как лежит спит или там прикольно сидит и это все очень умиляет и постоянно ты просто в таком приподнятом настроении и как-то вот особо с ним не получается грустить потому что все равно он поднимает настроение кстати вот в отличии от кошки было пару раз тут я ну что-то была расстроена плакала и прикол в том что собака реально успокаивает когда ты плачешь ну то есть знаете я помню что плакала при кошке так достаточно громко чтобы ну типа отреагирую как-то ей было пофиг ну то есть она даже не подошла ничего а когда плачешь когда ты плачешь и у тебя есть собака то он обязательно подойдет начинает лизаться ну то есть как-то типа спрашивает как будто типа эй ты че ты че расклеился вот поэтому это прикольно что собака действительно она больше как такой ну более не знаю как сказать неразумное существо а более похожее на нас вот поэтому в принципе это прикольно если вы там любите ездить куда-то на природу любите активные прогулки ездить в парке гулять даже если вы допустим работаете пятидневку но очень активно у вас выходные и вы готовы и в этом вечером ходите гулять рано встаете то в принципе я думаю что вы справитесь с собакой вот если же вы любите поваляться и работаете пятидневку вам будет тяжеловато придется знаете менять свои привычки потому что я когда работала мне приходилось гулять с собакой но это было так что я встаю и типа я встаю как бы я не могу встать раньше чем вот мне нужно встать типа знаете я всегда там вставала на работу в восемь и когда у меня появилась собака я все равно вставала в восемь просто я опаздывала больше на работу потому что мне там приходилось с ним гулять вот то есть я не могла себе заставить встать в восемь тридцать о в семь тридцать ну потому что я уже привыкла встывать в восемь для меня и в восемь рано было вставать а тут еще если вставать в 7.30 вообще, блин, чё? Вот. Поэтому я быстренько его выводила, ему этого было недостаточно, ну, потому что, блин, типа на 15 минут вывезти собаку, потом оставить его на целый день щенка, ну, вот, не знаю. Сейчас я больше понимаю, что, допустим, Чарлика сейчас, в принципе, можно вывезти на 15 минут и оставить, а раньше всё-таки ему нужно было больше времени поиграть и походить, и раскачаться там, все свои дела сделать. За 15 минут как-то сложновато, знаете, щеночку всё успеть. Расскажите про ваш опыт с собаками. Вообще есть у вас собаки? Интересно, сколько у нас собачников. Ребята, относительно тортиков, честно вам скажу, мне понравился чизкейк. Наполеон, это называется Наполеон домашний. Не знаю, средний, если честно. Прям, ну, не... Знаете, я как-то раз его пробовала, я прям его влюбилась и всё это, я пробую его уже третий раз, покупаю. Ну и как-то... Не, не моё. Вот это очень вкусно, вот это вкусно. На сегодня был чизкейк, я уже наелась. Как вам? Съели с вами целый кусок огромный. Эрбический. Пишите, что хотите в следующем видео, потому что у меня всё время, типа, такие, о, чего поснимать. А! Следующее видео мы будем уже снимать из отпуска. Будем пробовать разные сладости, какие-нибудь интересные блюда, которых у нас нет. Будем пилить контент такой зарубежный. Давно мы не были в отпуске, на самом деле. Ну, точнее, нет, это не так. Мы были в отпуске, но мы не были именно, чтобы куда-то лететь. Потому что мы из-за, как раз-таки, собаки. Ну, не то, что прямо только из-за собаки, но из-за собаки в том числе. Знаете, мы в последнее время выбирали такие места, ну, отдых в России, потому что мы ездили на машине на отдых. И, как бы, не только из-за собаки, но, как бы, из-за собаки в том числе мы выбирали такой отдых, чтобы просто его не отдавать, потому что всегда его отдавать, это, во-первых, не знаю, когда хочешь в отпуск, и думаешь, блин, можешь собаку с собой взять. Это всегда мысльно наманит, когда у вас есть собака. Если у вас есть собака, вы понимаете, о чем я говорю. Даже сейчас вот мы едем, и типа жалко, что его нельзя с собой взять. Чарли, не надо! Знаете, он становится сейчас на спинку стула. Я вам вставлю фото, покажу, что он делает. Это у него, знаете, еще чуть-чуть, и он залезет на стул. Чего нам бы очень не хотелось. Чарли нельзя. Ты немножко отогнать. Вот. Давно я не снимала, кстати. Сейчас хочу начать чуть чаще снимать. Знаете, просто тут я недавно ходила и думаю, блин, да о чем снимать? Я не знаю, о чем вы уже говорите. Просто не знаю.